Дальний Восточник Сейчас мы узнаем у Александра Дмитриевича не только о его достижениях, но и о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Здравствуйте, Александр. Я вас поздравляю с новым наградой, с новым достижением. И давайте сразу поговорим про соревнования. Что это было, как это было, с кем боролись за звание одного из лучших врачей? Это была комплексная оценка достижений за прошедший год. Достижение собственно в том, что руководство убедило нас наконец-то участвовать. Мы несколько лет отказывались от участия в этих конкурсах. Ну а в этом году оказались поставлены перед фактом, что необходимо участвовать. Я думаю, что если бы поставили задачу занять первое место, наверное, пришлось бы его занимать. Ну а так участвовали и заняли второе место в конкурсе «Лучший врач МЧС России». Не в России вообще, а МЧС России. Это было как-то коллективное соревнование? Вообще, что надо было делать? Или ничего не надо было делать и просто список какой-то подать, что я сделал за этот год? Как это было? Как любые соревнования, имеется положение о соревнованиях. Кто участвует, кто в жюри, какие требования предъявляются к участникам. Необходимо было предоставить определенный перечень достижений за этот год, портфолио, как это говорится. Какие достижения у вас были за этот год? Вы говорите, подавали список, что-то самое-самое важное. Можете перечислить? Там, согласно положению соревнований, необходимо было изложить участие в тех или иных, в медицинском обеспечении тех или иных поисково-спасательных операций, тех или иных мероприятий, ну и собственные достижения по прохождению подготовки непосредственно медицинской. Ну и не допустить каких-то негативных ситуаций медицинского плана. А до этого в каких-то конкурсах участвовали? Или все российские это первые и получается такой удачный, потому что все-таки вошли в тройку лучших? Мы регулярно участвуем в соревнованиях, проводимых на базе нашего отряда по ликвидации последствий ДТП, в том числе медико-санитарных последствий, по ликвидации медико-санитарных последствий пожаров, наводнений. Они у нас практически каждый квартал в отряде, в главном управлении МЧС, в регионе дальневосточном, на российские соревнования наши представители отряда ездят. Когда-то с медицинскими работниками, когда-то без. То есть это дело, в общем-то, обычное. В конкурсах я, слава богу, вот в этот попал и, надеюсь, уже не придется мне еще раз его подтверждать. А почему? Вы как-то не очень любите в конкурсах участвовать или что? Или вы просто очень скромный? Да, я, во-первых, очень скромный, это так. А во-вторых, дело в том, что я последние годы участвую, как говорят, я не читатель, я писатель. Я участвую в качестве судьи на многих соревнованиях. Положение обязывает в части медицинского обеспечения правильность оказания первой помощи при тех или иных, в ходе тех или иных соревнований. Потому что соревнования спасателей всегда практически стопроцентно сопряжены не только с выполнением действий по спасению каких-то аварийно-спасательных работ, но еще и с оказанием в ходе этих действий первой помощи. У вас, я знаю, старше работы в сфере медицины, именно работы, больше 20 лет. Поправьте меня, если это не так. Вот, 22 даже, по-моему, года. Есть ли какой-то самый запоминающийся случай? Вот вы работали, кстати, сначала военным врачом, впоследствии перешли в МЧС, вот, и за 20 с лишним лет. Есть какая-то ситуация, которая очень запомнилась, и почему? Ну, запомнилась, конечно, ситуация, пришлось работать на скорой помощи, и реальные ДТП, на которые выезжала бригада скорой помощи, когда там имелись те или иные случаи, связанные с гибелью людей, попавших туда, когда приходится бороться за их жизнь, или приезжаешь уже не за кого бороться, как это не прискорбно, то есть люди имеют несовместимое с жизнью повреждение. Вот каждый из этих случаев, он такой, очень резко запоминающийся. Вообще, это же очень тяжело, но при этом вы остаетесь в профессии, да? Может быть, что вас держит, что ли? Вот это как будто бы должно быть какое-то еще и призвание к этому, потому что не каждый человек справится вот каждый день, либо хотя бы раз в неделю сталкиваться с людскими, в том числе потерями, либо какими-то другими травмами. Наверное, слава богу, что, как это сказать, карьерный путь, траектория сложилась таким образом, может быть, вопреки моему желанию, что приходилось менять характер деятельности, приходилось менять. Ну, во-первых, в армии происходили определенные, значит, оргштатные мероприятия, приходилось с одной деятельности переходить к другой, менять специфику. То есть это как бы способствовало... А что значит менять специфику? Там, условно, документами раньше с документами работали? Как это было тогда? В медицинской деятельности масса интересных, увлекательных специальностей. Человеческий организм, он необъятен, можно работать в одной области, в другой, можно в целом заниматься. Кем тогда были вы за свою работу? Несколько специальностей. У меня скорая помощь, анестезиология, ренитология, психиатрия, наркология. Вот. Преподавал токсикологию. Вот сейчас мы работаем, кафедра наша называется, клиническая токсикология и экстремальная медицина. В принципе, это по военному направлению все было. Как вообще так стало, что вы стали врачом? У вас как-то, не знаю, династия целая, может быть, врачи? Нет, не династия, но родители у меня были медицинской направленности. Мать, мама работала фельдшером и кушером, и, в принципе, отец работал ветеринарным врачом. Моими игрушками были медицинские инструменты, в принципе. Вот. Как-то даже вопросов не возникало. Вопросов не возникало, чем придется заниматься. Вот. Поэтому... Хотя направленность была еще и в сторону военной службы. Ну, удивительно. Вы совместили в процессе, были военным врачом, так что... Несмотря на то, что я, в общем-то, изначально на предложение поступать в военно-медицинскую академию, как бы не стремился, но жизнь все равно меня привела к тому, что я стал военным врачом. В итоге. Как это ни удивительно. Я знаю, что у вас, по-моему, дочь тоже как-то связана с медициной, нет? Да, дочь пришла в эту же деятельность, но через биологию, микробиологию, вот она все-таки, все-таки в эту сферу пришла. Хотя, в общем-то, я не был сторонником однозначно. Наверное, вдохновили своим примером? Не знаю, нет. Ну, скорее всего, это ее личная заинтересованность. Не наш пример. А ее мама, она как-то связана, кстати, ваша жена, видимо, как-то связана с медициной? Валентина, конечно. Она преподает также и проходила военную службу, и познакомились мы на военно-медицинском факультете. Я приехал четыре дня пути, грубо говоря, на поезде с запада России, она приехала четыре дня пути с востока России, встретились на военно-медицинском факультете в Томске, там учились вместе, ну и оттуда уже распределились на Дальний Восток. То есть, вот, как бы, это военная служба. Сегодня мы вас застали за обучением, собственно, новых инструкторов, тех людей, которые впоследствии будут обучать, обычных людей, которые никак не связаны с медициной. И насколько вообще востребовано это направление? Насколько нужны такие инструкторы в городе и в крае? Современная действительность подвигла, значит, кроме стандартного обучения первой помощи, о котором мы все знали, всегда занимались, всегда обучали, подвигла людей к обучению тактической медицине. Это одно направление. Ну, знаете, с чем связано, как связано, о чем это. И второе направление. У нас есть масса таких удаленных объектов, строительных, производственных, где достаточно такое серьезное производство, промышленность восстанавливается, добывающие какие-то организации восстанавливаются. И вот там ведутся очень серьезные работы, достаточно сложные и опасные, в том числе, производственные какие-то процессы. А медицинский работник там один всего лишь. На самом деле, в соответствии даже уже на сегодняшний момент действующим законодательством в этой области, у нас практически все категории должны быть охвачены обучением. Поэтому для инструкторов просто первой помощи, расширенной первой помощи, тактической медицины, инструкторов первой помощи в рамках охраны труда работа найдется. Без хлеба они точно не останутся. Но самое главное, что они будут очень компетентными специалистами. И вот одна из миссий, ну не моей, а нашего, я являюсь председателем Хабаровского регионального общества первой помощи. Вот одна из миссий этого Всероссийского общества первой помощи, это чтобы люди, обучающие в первую очередь, центры эти ведущие обучения, они были компетентны, были аккредитованы, имели единые взгляды на оказание первой помощи. Ведется очень большая работа в стране сейчас, есть ресурсы, где можно ознакомиться со всеми этими подходами, есть сайт всего первой помощи, где это все прекрасно изложено. Ведутся выездные, расположенные в крупных центрах, курсы именно для преподавателей. Ну мы вот сейчас разрабатываем такие курсы у нас, в Хабаровске. Вот сразу недалеко пока ушли от темы сайтов. Раз у нас есть вот эти сайты, у нас есть куча видео в интернете, это как минимум, да, которые нам показывают, как именно нужно оказывать первую доврачебную помощь. В таком случае, а зачем нам вообще инструкторы, да, и насколько они нужны? Потому что частные центры, которые обучают инструкторов доврачебной помощи, сейчас еще оказывают услуги, ну, дистанционно. То есть тебе не обязательно ехать и учиться, учить, да, других людей и оказывать доврачебную помощь. Ты можешь посмотреть в интернете, и вот как будто бы ты готовый специалист. Да, естественно, часть вот этих информационных ресурсов, ну, можно их назвать из области вредных советов Григория Остера, да, как бы, ну, не буду даже иллюстрировать, много есть такого, что действительно вредно. Часть ресурсов действительно примерно такую же пользу приносит, как хороший учебник. В принципе, ничего в этом плохого, что мы не книжку там купили, а электронный ресурс какой-то посмотрели, но в правильном ключе, то, что нужно. А вот для того, чтобы уже соотнести свои знания какие-то полученные дистанционно, в библиотеке, там, из общения с друзьями, именно для этого нужны подготовленные инструкторы, которые свои знания сверяют с единым общегосударственным нашим национальным, скажем так, эталоном. Это вот общество первой помощи, реаниматологическое общество всероссийское, вот, которое имеет достаточно большие наработки, пришли к единым взглядам, но они, кстати, от общемировых практически-то и не отличаются. Мы вот до прошлого года, ассоциация реаниматологическая, она входила общество, оно входило в состав европейского, и, в принципе, все взгляды, что у наших специалистов, что переводные вот эти гайдлайны, да, как правильно, чтобы не назвать их. Кайдлайны, наверное, просто, да? Да. Все вот эти инструкции, они, в общем-то, соотносились вполне себе с нашими. Тем более, что в первой помощи не требуется там какого-то сложного оснащения оборудования, в принципе, только эффективность тех или иных действий. Читала в интернете, кстати, что не все врачи могут оказывать вот эту вот доврачебную помощь, первую медицинскую помощь, мы уже с вами до интервью выяснили, что это уже неправильный термин, да, доврачебную помощь будем называть. Насколько это правда, или это все-таки миф, и каждый врач может вот идти по улице и помочь, если там кому-то станет плохо? Ну, тут даже целых три у нас вопроса получается. Первый про термины. Давайте договоримся, что есть у нас первая помощь, вот, это то, что касается вот этих действий. Доврачебная помощь – это один из видов медицинской помощи. Первичная медико-санитарная доврачебная помощь. Это работа средних специалистов медицинских, медсестер и фельдшеров. Там тоже все очень конкретно, и как бы нельзя называть это и относить это к первой помощи. Там вводятся препараты, вмешательства определенные могут применяться и тому подобное. Поэтому первая помощь, вот, это правильный на сегодняшний день термин. Вот, далее, все ли врачи могут и должны оказывать первую помощь на улице? Медицинские работники относятся к категории лиц, имеющих право оказывать первую помощь на улице. То есть, они обучены первой помощи. Сейчас, значит, в программу обучения и в профессиональные стандарты всех медицинских работников, вот эти вот ФГОсы наши, профстандарты, включено обязанность и право быть обученным этим направлением. Соответственно, если человек обучен и находится вне своего рабочего места, на улице, там, в поезде, в самолете, он имеет право оказывать первую помощь. Первую или доврачебную? Первую, первую, именно первую, это первая. А вот доврачебная, ее еще путают с помощью на догоспитальном этапе. Тут тоже есть определенные нюансы. У нас для помощи на догоспитальном этапе предназначена скорая медицинская помощь и выездные бригады. Но это тоже уже медицинская помощь. Понимаете? То есть, то, все то, что оказывают немедицинские работники на улице или там в помещении, это все первая помощь. Должен ли каждый человек уметь оказывать первую помощь или в целом можно обойтись и без этого? Вот, как мы, кстати, с вами опять же до интервью говорили, что в разных странах по-разному кто-то... В разных странах разные подходы, да. Есть страны, в которых это прям включено в школьную программу, все отрабатывается, тренируется, и люди, выходя из школы наряду с водительским удостоверением, получают еще и знание, или даже, может быть, удостоверение на оказание первой помощи. Есть страны, где все пущено на самотек, хочешь устроиться на какое-то сложное, опасное, добывающее, высокооплачиваемое производство, на буровую, тебя не возьмут, покуда ты не пройдешь курсы. И не сдашь их успешно, и очень хорошо сдашь. Поэтому никто не ставит задачу в таких странах обучать, но люди вынуждены, чтобы зарабатывать хорошо, иметь такие навыки. Как у нас дела с этим обстоят? У нас, как мы уже с вами говорили, практически законодательная база охватывает все категории. То есть даже и вопроса быть не может, у нас все должны быть обучены. В плане актов и документов понятно. Вот на самом деле вы же сталкиваетесь в том числе с студентами-медиками, которые приходят со школы, и вот насколько они правильно, что ли, усвоили уроки ОБЖ, насколько они могут уже, вот просто отучившись в школе, пойти и там спасти жизнь человеку? Или все-таки знаний в школе пока что не очень достаток? Ситуация такова. Студенты-медики, с которыми мы встречаемся, они осознанно выбирают свой путь. Они приходят в медуниверситет уже как бы нацеленные на данное направление. Соответственно, те предметы в школе, которые дают первую помощь, они знают очень хорошо. Плюс эти люди, которые участвуют в олимпиадах, которые потом к нам поступают, это те люди, которые к нам приходят на день открытых дверей, где проводятся мастер-классы, которые участвуют во всяких сборовых мероприятиях, олимпиадах, проводимых, в частности, вот у нас, в созвездии, в кванториуме. Вот эти люди, они подготовлены. Мне просто иногда прям даже вот приятно, хочешь сделать что-то такое, открытие для них, что-то им такое показать новое, чего они не видели, а их удивить-то, собственно, нечем. Кстати, есть какой-то список, может быть, чего-то базового, с чем может столкнуться каждый из нас? Там, не знаю, перелом ноги, какие-то самые вот частые-частые такие? Конечно, весь этот перечень, он перечислен в приказе 477-м Н, те ситуации, при которых оказывается первая помощь, там все это перечислено. Практически всегда первыми наиболее угрожающими жизни ситуациями являются массивные кровотечения и нарушение проходимости дыхательных путей. Это то, от чего человек может прямо вот сейчас здесь в течение ближайших секунд, минут погибнуть. То есть кровь хлещет, при потере критически значимого количества крови за короткое время включаются там определенные механизмы, человек теряет сознание и уже погибает без заказания помощи. Поэтому остановка массивного кровотечения – это то, что мы сейчас выносим даже в самое начало алгоритма обучения. Потому что алгоритм обучения мы с ним знакомим и выносим на первый раздел – остановка массивного кровотечения. Второй раздел – это восстановление проходимости дыхательных путей, обеспечение проходимости дыхательных путей. Есть какой-то базовый алгоритм действий? Что делать, если я иду, там, не знаю, человеку нужна помощь, там, не знаю, либо он тонет, я его достал, да, либо это какие-то ожоги, вот что-то какое-то универсальное действие? Есть универсальный алгоритм оказания первой помощи, он как раз вот на нашем ресурсе, сайте, который называется «Все о первой помощи», там изложен. На втором ресурсе телеграм-канал справа «Первой помощи» он изложен. Ну и, в принципе, там последовательность действий алгоритмически изложена. В первую очередь надо беспокоиться своей собственной безопасностью. Если вы не умеете плавать и броситесь кого-то спасать, то вы умножите только печали, да? Или вы броситесь оказывать помощь человеку, на которого напал взрослый крупный медведь, то тоже, собственно говоря. Или вы окажетесь в той ситуации, где там электрический ток высокого напряжения, там, или другие опасности, которые вам не устранить. То есть, в первую очередь, обеспокоиться нужно собственной безопасностью и не допустить увеличения числа жертв. Второе, если есть возможность вызвать какую-то помощь. Потому что вся концепция оказания первой помощи в серьезных ситуациях, она настроена на то, что через 20 минут к нам приедет автомобиль скорой помощи. А если мы забыли его вызвать, то, соответственно, он к нам не приедет. И что бы мы там ни предпринимали, как бы мы практически человека уже спасли, но скорая не приехала, и дальнейших действий не получилось. А дальше мы действуем по ситуации, соответственно? Нет, там дальше все алгоритм расписан. Что, чего, кому делать? Он там конкретнее уже? Конкретно приходите, будем отрабатывать это все на практике. Куда тогда приходить? Где у нас вообще обучают? Если, допустим, я не хочу быть инструктором, куда я могу пойти? Достаточно много курсов. Есть курсовое обучение по охране труда, там в том числе первая помощь. Есть курсы водителей, там есть первая помощь. Есть курсы в территориальном центре медицины катастроф. Тоже такие курсы есть. Есть много частных организаций, которые занимаются этим из любви к людям и за небольшую плату. Ну и плюс вот курсы, подобные тем, на которых мы сейчас присутствуем в Центре военно-патриотического воспитания. Ну и, естественно, масса мастер-классов, которые тоже дают, пусть не системную, но, в принципе, неплохую информацию. А насколько реально самому обучиться? Могу ли я сделать это, например, без инструктора или эксперта? Вот просто почитать в интернете? Или все-таки мне нужна практика, чтобы со мной рядом был какой-то человек более опытный? Да, полученные вами магические знания, все-таки надо бы это подтвердить на практике, чтобы человек, инструктор, грамотно вам объяснил, что это вы делаете так или неправильно. Страшно бывает людям оказывать первую помощь. И страшно... Почему? Страшно навредить, страшно сделать хуже. И страшно потом нести за это какую-то ответственность, да, в том числе, не знаю, уголовную, например, там, не знаю, что-то я сломал, не дай бог, да. И вот как с этим справляться людям? Что посоветуете? И вообще надо ли бояться этого? Ну, бояться все равно будут. Психологическую готовность повышать к оказанию помощи надо. Но вообще, все люди делятся на две части, грубо говоря. Не только на тех, кто имеет право оказывать помощь и кто ее обязан, но на тех, у кого реакция «бей-беги», то есть более двигательная, вот. И у тех, у кого реакция более осмысливать что-то, понимаете? Вот одни, наверное, больше боятся ответственности последующей, а другие, поскольку их первая реакция – это действие, боятся как-то навредить, потому что они более подвижны. Соответственно, определите свой превалирующий тип нервной деятельности и боритесь со своими страхами, которые для вашей нервной системы более актуальны. Но самое главное – это навыки получить. Если вы не имеете навыков, вы боитесь мало того, что случившейся ситуации, еще и боитесь того, что вы не умеете, не знаете, все пропало. А если вы уверены, что вы все умеете, все знаете, руки у вас на нужном месте, как бы делаете все правильно, то вам остается только контролировать ситуацию, избегать опасностей и управлять ее, собственно говоря. Это уже большой плюс. Если вы прошли мимо и не приняли даже никаких действий, то есть не позвали кого-то, кто компетентен, может оказать помощь, не вызвали помощь, просто прошли мимо, но объясняете тем, что я не умею, я боюсь, это не мое дело. Только тогда, да, наступает ответственность за оставление в опасности. Какая? Уголовная, административная? Что за это грозит? Это уголовная ответственность, да. Если это привело к печальным последствиям для того, мимо кого вы прошли. И в то же время, если вы допустили какие-то действия, которые причинили вред имуществу пострадавшего, имуществу третьих лиц при оказании первой помощи, машину, допустим, разломали при спасении людей, что-то там, одежду повредили, шапочку синенькую потеряли при оказании помощи. Все это, значит, освобождает вас от ответственности. Но не освобождает от ответственности в том случае, если вы оказывали помощь крайне некомпетентно. Допустим, постановка рук не в том месте, она может привести к повреждениям, которые нехарактерны, недопустимы, скажем так. Вот поэтому надо учиться. А может, кстати, вы продемонстрируете? Давайте на мне. Вы мне пока научитесь правильно ставить руки. Вот мы оценили ситуацию, убедились в том, что нам здесь необходимо проводить сердечно-лёгочную реанимацию, вызвали скорую, и теперь вот только непосредственно мы должны её провести. Для этого наш пострадавший должен находиться на какой-то твёрдой поверхности. Вот это, по-моему, твёрдое достаточно. И желательно, конечно, на полу. Но в данном случае будем делать так, как он есть. То есть всё мы сделали уже. Теперь нам только непосредственно приступить к самой сердечно-лёгочной реанимации. Всё, я могу доказывать, как бы я это делала? Ну, наверное, куда-то вот сюда. Так. Уже ошибки. Ну, давайте уже мы их все сделаем. И потом, вы видите, красная лампочка и кричит нам, не там мы руки поставили. О, я нашла. И как долго надо массировать? До полного вашего изнеможения. Если пациент раньше не начнёт вас прогонять и скажет, девушка, у меня всё хорошо, это первое, да? То есть он не нуждался в сердечно-лёгочной реанимации, но мы расценили ситуацию, что необходимо её проводить. Не определили там ни пульса, ни дыхания. Начали давить на грудь, компрессии проводить. Человек пришёл в себя, открыл глаз, сказал, отстаньте от меня, пожалуйста, да? У стандартного человека, вот, размером, как данный манекен, глубина 5-6 сантиметров. Глубина, в смысле, надавливания? Глубина, глубина. Частота 100-120 надавливаний в минуту. Вот. Делаем мы 30 компрессий, можете попробовать. И после этого делаем два вдоха. Положение рук. Не туда. Круг же. Еще одну лучше. Круг же. Чтобы зелёненькое. Чтобы зелёненькое. Ой, это прям надо много сил, кстати. Мне прям тяжко. Положение рук. Замечание, которое я хотел бы вам сделать, мы делаем вот этой областью руки, да? А я, получается, полностью ладошкой, да делаю? Да, она ставится вот так, вот, продольно, видите? Вот область, которую мы должны компрессии осуществлять, где-то вот здесь. Видите? И для этого мы руки делаем в замок, чтобы ограничить зону давления. Вот, видите? Вот примерно так. Вот. Выполнили 30 компрессий. Делаем два вдоха, распрямив перед этим вдыхательные пути. И снова продолжаем компрессии. Как долго мы продолжаем? Ну, до прибытия скорой. У скорой уже свой. Либо пока человек нас уже не толкнет, мне хватит. Да, да. Либо до полного вашего истощения, если вы где-то там в одиночестве это все выполняете. Мою работу вы как охарактеризуете? Позаниматься надо, да? Так, ну, у вас явно уже какие-то навыки имеются, потому что вы, как я заметил, руки держите прямые. Кстати, нет, чисто интуитивно, по фильму. Может быть, да. Вот. Постановка, конечно, рук неправильная изначально была и положение, но потом вы начали, пользуясь вот этим. А да, потому что удобно, он же подсказывает. Вот. Врачи также сдают эти все действия на тренажерах. Не у всех с первого раза сразу получается, но со второго практически у всех. Потому что когда видят люди свои все ошибки, недостатки, ну, это при, скажем, экзаменах. На практике, конечно, уже все работают в полную силу, так, как это должно быть. А при каких-то зачетах, экзаменах, которые мы все очень не любим, как я уже говорил, да, потому что привыкли экзаменаторами выступать. Вот. Но объективность добавляют вот эти вот прекрасные тренажеры, которые сейчас имеются. Хотя каждый со своей спецификой. Ну, кстати, правда, я думала, что это будет легче, а это на самом деле тяжело делать. И мне кажется, мне прям нужна тренировка. И в первом случае, поставив руки здесь, могли бы, конечно, и поломать ребра, наверное. То есть обязательно только в центр, вот в эту зону? Вот, да, да. Вот проекция. Она вот так определяется. Вот, ну, по крайней мере, удобный способ. Вот. Еремная вырезка, эпигастральный угол. Соединяем прямой линией. И вот три отрезка равных. Вот в этой зоне. Видите? Как раз вот эта вот пятка ладони сюда прекрасно умещается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова